Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 Такая взрослая классификация, принятая у геронтологии во всем свете. Демографичная ситуация зараскладается таким чином, что колькость сталых людей растет. Например, в комитете подлечили, старейших за 90-х годов в области наличивается больше за 5000 человек. Еще 10 годов тому, таких долгожихоров было в два раза меньше. Так что специалисты кажутся про повеличение покажика протяглости жизни. А вот тех, кто отзнашил вековый юбилей, по информации на Жнивень, 58 человек. И по традиции перевожают женщины. Нагадаем, что первого костричника отзнашают день состарелого человека и все мероприемства, накераванные на поддержку этой категории грамадян. Команда работников Могилю Энерго принимает дело в республиканских споборницах профессийного майстерства. Этим разом мероприемства ладят в Витебску. На протягу трех дней шесть команд из всех областей позмагаются за звание лучших. Утим лику и Могилюшина. Свои теоретичные и практичные виды на республиканском озероуне энергетики показывают другим разом. У выпробованиях правильность под лику данных статичных электроприборов, умение выявить факты крадежу электричности або проверить систему у лику энергии. У сего восемь этапов, в среду которых командам навыд пропонуют оценить психологичные якости важные у этой профессии. Это социальный интеллект, техничное мышление, правильность и оперативность выполнения заданий. Такое мероприемство ладить другим разом, подведут выник 20 вересня. На этот день в Могилеве проходят гульные до чемпионата Европы по футболе. Гуляют девчонки в возрасте до 17-ти годов. За право трапить в финальную стадию спрашиваются сборные из Франции, Исландии, Мальты и Беларуси. Если вы еще не побывали на стадионе «Спартак», глядите, прыгажусь в гульнин номер один на властные воши нашего телеоператора. И про надворья, месяцами короткочасовые опадки, ветер прогнозуется на пятницу. По слову синоптиков, температура по ветру ночи будет до плюс 7 градусов. А в день от 7 до 12 со знаком «плюс». По информации об лгидромету, зараз надворье находится под уплывом атмосферных фронтов со Скандинавии. Тому в выходные так само прогнозуется не надто тепло. Короткочасовые опадки в день, узмацнение ветру и заморозки на глебе у ночи. В день слупок термометра покажет плюс 12. В неделю станет больше мощным ветер, а леет температура по ветру крыху повеличится до 15 градусов. По прогнозу на наступном тыдни ситуация с надворьем приблизно такая. Самые актуальные новини наши в области на нашем сайте tvormigilio.by и так само в группах, в социальных сетках. А я с вами развитываюсь. Дякую за увагу и до встречи.